С 2025 года прием пациентов в медучреждениях начнут фиксировать с помощью системы распразднования лиц Face ID. Это нужно для подтверждения визита пациента, чтобы уменьшить число приписок. Это случаи, когда медорганизации приписывают консультативно-диагностические услуги, в действительности их не оказывая. Проблема остается актуальной на сегодня. Одними из первых систем запустили поликлиники Астаны. На первом этапе пилотный проект охватило 47 организаций. О подробности в материале нашей коллеги Нурсаи Эльбрусовой. 23 тысячи фальшивых записей к врачам на 208 миллионов тенге выявили с начала года в Казахстане. В предыдущие годы показатели были в 10 раз выше. Данные озвучили в фонде социального медстрахования. Количество приписок хоть и сократилось, но окончательно устранить проблему не удалось, рассказывают в фонде. Мы постоянно говорим, рассказываем о том, что приписки у нас снимаются в трехкратном размере. То есть, если услуга, которую нам предъявили на оплату, стоит тысячи тенге, и мы, эксперты фонда, выяснили, установили, что это приписка, тогда мы снимаем с поставщика не тысячи тенге, которую он нам предъявил, а мы снимаем с него три тысячи, то есть 300% от стоимости тарифа, которая установлена на эту услугу. Сегодня приписки в основном обнаруживаются через обращение пациентов. Мы решили провести опрос в социальных сетях, чтобы узнать, насколько широко распространена эта проблема. Он показал, что 46% респондентов лично сталкивались с ней. У более 30% таких проблем не было. Многие пациенты, узнав о приписках, интересуются, куда обращаться, чтобы их устранить. Однако другие предпочитают не вникать в проблему. Одним из первых шагов в борьбе с этим явлением стало внедрение системы распознавания лиц Face ID. Она призвана повысить точность и безопасность записи пациентов. Сегодня в пилотном режиме система работает в 47 медорганизациях Астаны. Одним из первых в августе запустил Центр первичной медико-санитарной помощи. Представитель Центра Бекнур Сапабек отметил, что с внедрением новых технологий количество посещений пациентов снизилось по сравнению с прошлым годом. Пациенты в поликлинику приходят лечиться. Они уже чисто морально, психологически не хотят ничего лишнего делать. Конечно, реагировали изначально негативно. Можно сказать, негативно. При пилоте, конечно, у нас были проблемы технической части. Где-то у нас интернет-ресурсы не позволяли, где-то информационные системы не позволяли. Некоторые казахстанцы пока не принимают нововведения. Они боятся, что их личные данные могут утечь. В Центре заверили – это невозможно. Они не сохраняются в базе. Они просто напрямую идут интегрироваться с базами правительства и всё. Только подтверждение пациента и всё. Некоторые пациенты, я не знаю по каким причинам, они не хотят показывать своё лицо. Но, конечно, у нас есть аналогичный шестизначный код. И всё. Особо таких проблем нет. Эксперт Алина Ургожаев считает, что для полного решения проблемы приписок нужно использовать более сложные методы и подходы. Я считаю, что методы есть. Для этого, раз проблема сложная, её надо решать умными методами. Надо совершенствовать функцию мониторинга объёмов и качества медицинской помощи. И делать это надо с использованием достаточно сложных методов, математической статистики и так далее. К сожалению, пока такого потенциала, таких решений, к ним мы ещё идём. Следует отметить, что у каждого пациента есть выбор использовать Face ID или нет. В случае отказа подтвердить свой приём в поликлинике можно через шестизначный код, либо QR на портале ЕГОВ. Что касается проблемы приписок, то ответственность за псевдоприёмы сегодня несёт непосредственно медицинская организация. Согласно правилам мониторинга, если в учреждении выявляют приписки на сумму свыше 100 МРП, то дело передают в правоохранительные органы. При повторном установлении фонд имеет право расторгнуть договор с таким поставщиком. Нурсуяль Брусова, Ержан Канапиала, Мадьяр Кандыбаев, 24КЗ.